Здорово бандиты, снова с вами Атомный Кролик, продолжаем катать Ведьмака. Мы вернулись в Оксенфорт, чтобы сообщить Ольгерду о том, что мы развлекли его братом. Я все думаю, как же ты превратил Афирца в чудовище. Все-таки мне кажется, что это было не обычное проклятие. Это профессиональное любопытство или обычная людская дотошность? Тяга к самосовершенствованию. Хочу знать на будущее. На будущее? Надеешься, что тебе удастся выполнить три моих желания и все для тебя кончится хорошо? Посмотрим, как кончится. Признавайся, тебе помогал какой-нибудь чародей? Я дам тебе подсказку. Не ты один занимаешься исполнением желаний. А Дим превратил Афирца в чудище по твоему приказу? Нет. Я сам это сделал. Но ты прав, это не было обычное проклятие. Это было желание, которое я высказал в гневе. Я даже не думал, что оно исполнится. Никогда не видел подобной сабли. Откуда она? Изофира. Это подарок. Любой хлыщ может нацепить себе у пояса саблю и носиться с нею. Изображать, какой он грозный. А моя сабля обещает, что если я ее выну, головы-то покатятся. Сразу остужает пыл у тех, кто хочет поспорить с Ольгертом фон Эвериком, знаменитым разбойником. Мой медальон подсказывает, что она магическая. Хм, разумеется. Не думаю, что ты когда-то видел оружие лучше этого. Интересных людей ты собрал в свою компанию. Интересных? Да что в них интересного? Гуляки и пьяницы все до одного. О, а где ж ты их набрал таких? Кто-то со мной с давних пор, кого-то собрал по большим дорогам, остальные сами меня нашли. По крайней мере, теперь есть с кем выпить. А с тех пор, как я путешествую вместе с ними, мои старые враги сидят тихо. Шайка лей ко мне. Привет тебе от Витальда. Ты с ним говорил? Я тебе не верю. Я не только встречался с ним, но и выполнил твое желание. Интересно, что он хочет тебе сказать? Я исполнил твое желание. Твой брат целый день развлекался, как в старые времена. Сказать каждый может. А чем ты докажешь? Этим. Почерк Витальда. Без сомнения. Ты отлично справился. Это все или у тебя есть что-то еще? Теперь я собираюсь заняться домом Барсоди. Ну, желаю удачи. Ты ебить, оно все. Так. Ладно. Что там у тебя есть? Покажи мне. Шляпу всякую продать. Типа вот шкур. Шкур. Фиш ты их забирай. Я это делаю. Магическое. Рэмс, мутьянки. Так. Череп нахер. Ну. Это пока оставим. Так. Прощай. Борода тут растет, нет? Так. Дальше. Чем мы делать будем? Дом. Дом Барсоди. От отравления. Тремя фунтами стали. Это вот уже сложнее. Это не факт. Сложнее, как сказал. Гюнтер с братом было сложнее. Это аукционный дом Барсоди? Точняк. Рядовой клянер. Вы на службе. Разговоры с гражданскими неуместны. Цель вашего визита? Любопытно. Вы ряданские солдаты, да? Капрал Вацлав на посту. Этот солдат мой подчиненный. Рядовой клянер. Смотри, не обосрись от счастья, командир. Что-то сказали, боец? Ничего. А вам, случайно, не нужно быть на фронте? Приказ о переводе 76 ЦВХ. Задача. Охрана аукционного дома Барсоди. Важность особая. У этого Барсоди при дворе связи. Он тут сбывает трофеи по самым высоким ценам. А взамен получает охрану. Рядовой клянер. Эти сведения. Военная тайна. Кто-нибудь из хозяев здесь? То есть единоличный владелец достопочтенный хорс Барсоди? Он здесь. Я к нему по делу. Приказ 76 ЦВХ. Внутрь допускаются только участники аукциона с именными приглашениями. Уверен, мы договоримся. Сомневаюсь. Согласно приказу 76 ЦВХ, Капрало Вацлаву вожжа под хвост попало. Клянер, вы помните, что нарушение субординации наказуемо? Кого я вижу? Геральт, ведьмак из Римы. Вим Вивальди, банкир из... Откуда ж ты есть-то? Да, неважно. Деньги границ не знают. В чем дело, Капрал Вацлав? Вы перечите Геральту? Господин Вивальди, ваш досточтивый друг не имеет приглашения на аукцион. А... А я имею. Проходите, Геральт. Будьте моим спутником. Короче, по книжке Вивальди там один из самых богатых банкиров. Приказы, херазы. Мне что, жалобу сержанту подать? А? А то-то... Смирно! И пасть закрыть! Хороший краснолет, мне нравится. То-то ребята в казарме посмеются. Тихо! На обход! Шагом! Харш! Левой! Левой! Спасибо за помощь. Да ладно. Чего только не сделаешь для старых клиентов. Приятно иметь с тобой дело, Вим. И жена моя покойная так говорила. О-хо-хо! Народ уже собирается на аукцион. Пойдемте наверх. Вим, на самом деле мне нужно поговорить с Хорстом Барсоди. У-у-у, а вот с этим может быть проблема. Почему? Потому что нелюдим он страшный. Не то, что его отец упокоил милители его душу. Но Хорст обычно выходит гостям на минутку. Я вас ему представлю. Буду очень обязан. Ерунда. Обязывают только векселяда ипотека. Хе-хе. Ну добро. Пойдемте наверх. Белое золото, перламутр. Бесячая херня. Мышка со сказки, со скакивая. Почему бы вам в самом деле не купить дом? Хе-хе. Могу устроить очень привлекательный кредит. Кредит не бывает привлекательным Вим. Вижу, есть время выпить до аукциона. Вим, это же банкет. Ну-о, и что? Ненавижу банкеты. Все это болтовня ни о чем. Крохотные порции, скверная выпивка. Ну, не все так плохо, вот увидите. Зато представлю вас с парей интересных знакомых. Пожилая дама, вон там. Это графиня Миньоль. У вас точно найдется тема для разговора. А вон там, в углу, Гилберт. Гилберт, ну варишь, поднялся на игре в Гвинт. У-у-у, и Яромир здесь, антикварщик. Сноб таких мало. О картинах все знает. Ну что, пойдем поговорим с кем-нибудь. Не торчать же тут столбами. Ах. Ну пошли. Че там вообще? Милостивая графиня. Позвольте представить вам моего друга Геральта из Римии. Ведьмака из школы волка. Простите, разве мы когда-то уже... Нет, я узнала вашу школу по медальону. Слово, Геральт. Графиня Миньоль, известный коллекционер ведьминалий. Ведьминалий? Что это? Всякого рода предметы, связанные с ведьмачьим ремеслом. Мечи, снаряжение, медальон. Отчего же у вас, госпожа, такой интерес к скромным убийцам чудищ? Приятные воспоминания. Моей столь далекой юности. Не говорите так, графиня. Вы в самом расцвете. Да, она на мочалку похожа. Господин Ивальди. Но кроме ведьминалий, в моем доме есть еще и зеркала. Какова же жемчужина вашей коллекции? Старинный панцирь школы волка. 1234 год. Классика. Продается ли он? Боюсь, что нет. Это память о дорогих мне чувствах. Но прочие ведьмачьи цацки можно и сторговать. Глядишь, и наклюнется, какая сделка. Мне, как посреднику, полагается скромная плата. 5% не больше. Ты как всегда, Вин. Ни за что не упустишь шанса пополнить свой кошелек. Но почему бы и нет? Можно и поторговать. Ого! Доспехи школы змеи. Возьмем. Возьмем. 2000. Башку заберешь? Че б тебе продать-то? Мусора не осталось. Двумерит заберешь? На, забирай. Кандалы. Прикольно. Графиня, вы уже что-то присмотрели на этом аукционе? Нет. Но Хорст Барсоди клялся, что выставит на торги то, что меня заинтересует. А подробностей он не выдал? Нет. Вы же знаете, какой он. Ходячая тайна. Давайте сменим тему. Сударий ведьмак, не окажете ли вы даме одну услугу? Это зависит от услуги. О, это мелочь. Я только что была на балконе и обронила там сережку. Думаю, она где-то между досками, но я не смогла ее найти. Может быть, вы с вашими кошачьими глазами? Не беспокойтесь, сейчас же поищу. Буду вам очень признательна. Сейчас вернусь. Пожалуй, я куплю вот этот пейзаж Бурбен. Ты же терпеть не можешь пейзажи. Правда. Но рама красивая. Разлитое вино. Но ничего больше. Тут ведь нет никакой сережки, правда? Нет. Тогда прошу, графиня, объясните, в чем дело. Только без шуток. Прошу простить. Я... Боги, как это неловко. Вы... Вы знаете Весемира? Он немного ниже вас. Носил усы. Знаю ли я? Он научил меня всему, что я знаю. Что? Как он сейчас? Могу я спросить? Конечно, можете. Я плохие новости для этой терки. Но прежде... Расскажите, что именно вас связывало? Никому я не говорила об этом. Но... Хорошо, я расскажу. В тридцать четвертом году, зимой, в Аксенфурте, завелась какая-то бестия. Это был Флейдер, кажется. Объявили награду, в город приехал ведьмак. Весемир. Из школы волка. Он искал следы чудовища возле нашего имения. Между нами сразу пробежала искра. Я послала ему записку с гувернанткой. Потом он приходил тайно. Каждую ночь. Но однажды отец что-то услышал. Весемиру пришлось поспешно уйти. Он даже не успел забрать доспехи. Ну а это доспехи Весемира? А, так вот оно, начало вашей коллекции. Да. И конец нашей любви. Отец выписал на него гончий лист. Меня спешно выдали замуж. К счастью, мой супруг умер молодым, оставив мне приличное состояние. И вот, я живу воспоминаниями. Боюсь вас огорчить. Прошу, скажите, он умер как ведьмак? Он умер как герой. Он умер как герой. Вот оно как. Спасибо за то, что вы благородно терпели выжившую из ума старуху. Не говорите так. Я стара и богата. Могу говорить, что хочу. А сейчас, прошу, оставьте меня одну. Я вернусь на аукцион. Окей. А панцирь Весемира мне дадут забрать? Забавно. Забавно. Нет. Ты че? За телками наблюдаешь? Гилберт, сколько лет? Позволь тебе представить, мой друг Геральт из Ривии. Приветствую. Здравствуйте, очень рад. Ну как, уже решил, за что торговаться будешь? Да нет, куплю, что понравится. Парадное что-нибудь. На стену повешу. Нильфгард, я угадал? Простите? Твоя колода для гвинта. Нильфгард, верно? Нильфгард хорошая колода, но... Мой выбор Королевства Севера. А, понимаю, патриот. Скажу тебе по секрету, Гилберт, что Геральт игрок отменный. Отменный. А, аукцион начинать еще не думают. Так может, того? Партеечку? Не-не-не-не. Простите. Может, в другой раз. А, как знаешь. Пойду хоть поем. Вот те черные шарики не ешьте. Странные они какие-то. Эх, побрезгивайте крой коверской белуги. Воистину бисер перед свиньями. Идемте, Геральт. Поговорим еще с кем-нибудь. Так, тут кто? А вам к лицу, седина. Чем обязан? Я вас не знаю. И знать не хочу. Миш, ты какая выебывается. Все, хорош. Слушай, Вим, а как вообще будет проходить этот аукцион? Сначала продадут или нет три лота, а потом перерыв. Может быть, тогда и появится Хорст Барсоди. И я вас друг другу представлю. Хорошо бы. Кстати, как там ваши финансы? Будете делать ставки? Ну, может быть. Разумеется, буду. Раз уж мы с тобой здесь оказались, грех не развлечься. Так и знал, дружище. Досточтимые гости, рад приветствовать вас. Начнем торги. Уважаемые господа, лот номер один — латунная статуэтка из коллекции овеянного дурной славой графа Рамиллы. По слухам, внутри нее скрыто сокровище. В чем, однако, можно удостовериться, лишь уничтожив эту прекрасную вещицу. Начальная цена — всего 50 крон. Кто больше? Его милость, Гилберт, 100! Графиня Миньоль, 150! Кажется, я слышу 200! Господа, кто даст 200? Нет. Раз, два, кто больше? Три! Многоуважаемый Яромир дает 300! Кто-нибудь предложит больше? 300 раз! Графиня Миньоль, 350! Раз, два! Первый лот! Таинственная латунная фигурка уходит графине Миньоль! А теперь лот номер два! Картина молодого новиградского художника Ван Рога «Звездная ночь над Понтером». Очаровательно! Начнем торг с 20 крон. Дамы и господа, кто же даст 20 крон? Нет, ну, блядь! О, сударь с кошачьими глазами дает 20! Кто больше? 20 раз, 22, 23! Нахера эта картина? Мышь, сука, соскакивает! Лот уходит сударю с кошачьими глазами! Ладно, люди, спасибо! Господа, переходим к лоту номер три! Редчайший предмет! Очки в золотой оправе с линзами из горного хрусталя, любовно обработанные маленькими ручками гномьих мастеров, некогда принадлежали знаменитому наемному убийце, профессору. Начнем с 200 крон, ваши ставки! Мастер Гвинта Гилберт дает 250, кто больше? О, прекрасно! Вальдемар Иванович Зайцев дает 300! Вальдемар Иванович Зайцев дает 300! Вальдемар Иванович Зайцев дает 300, 300 раз, 302! Нет, нахер мне его очки! Да, мои господа, сударь с белыми волосами дает 350! Да нет! Что? Я же не... 350 раз! Я же ничего не делал! 350, 2, 350! О, графиня Медьоль дает 400! Кто даст больше? 400 раз! 402! 403! Продано! Какой волнующий аукцион! Первые три лота пройдены! Объявляю небольшой перерыв, после чего мы продолжим! Колбаски. Я думал, опять соскочила. О, Геральт, смотрите! Хорст Барсоди! Идемте, пока его никто не заболтал! Но... Теплого приема не ждите! Я взяла яблоко в угол, швырнул такой норм. Привет, Хорст! Познакомься с моим добрым другом, Геральтом из Ривии, который... Явился незваным. Но все же мое присутствие принесло вам порядочный крон. В отличие от Вивальди, репутация для меня важнее заработка. Мой аукционный дом — это прежде всего место встреч элиты. И определенно мутанту-бродяге в нем не место. Думается мне, господа, вы не с того начали. Может, если мы вместе поднимем тот за... Что тебе от меня нужно? А нет ли в доме Барсоди какого-нибудь другого Барсоди, с которым я мог бы побеседовать? Чуточку... менее обидчивого. Геральт! Аукционный дом Барсоди был основан двумя братьями — отцом и дядей Хорста. В нынешнем же поколении это я и только я, так что к делу, сейчас же. Верно, хватит дипломатии. Видишь ли, я должен взять дом Максимилиана Барсоди, что бы это ни значило. Что? Откуда ты о нем знаешь? Господа, сохраняйте хладнокровие. Нет нужды повышать голос. Откуда ты о нем знаешь? Отвечай! Ого, ну-ка... Откуда? Мне кажется, если я скажу про Ольгерда, он разозлится еще сильнее, скорее всего, они знакомы. Не буду... Хоть скажи мне, что это такое. Стража, вывезти ведьмака и не впускать, даже если явится под ручку с иерархом Хемельфартом. По правде сказать, это был просто невинный вопрос. Еще хоть слово и мои счета перейдут к твоим конкурентам. Друг, мне жаль, но... Не стоит утруждать стражников, Хорст. Я выйду сам. Не припомни, что бы давал тебе право выбора. Стража! На улицу его! Ваши мечи. Закон обязывает их вернуть. Но закон не говорит, когда. Так что, сперва мы вашей милости как следует вломим для порядка. Ну давай, попробуй. Это правда место встречи элиты. Попробуйте, сынки. Чудно. Хорошей разминке я всегда рад. Дай ему, ребята! Да ты за... Сука! Слева! Спр... Ну давай, теперь ты. Щенки! Я тролля высек, как щенка в горах, на скеллиге, а вы тут... Два... Закон приписывает вызвать к раненому лекаря, но не говорит, как быстро. Так что придется потерпеть. Хоть с мечом, хоть просто так, изуродует ведьмак. Да? Так оно говорится. Мне нынче не до народных мудростей. Ты еще кто? Если пойдет как надо, я твой союзник. И зачем ты мне нужен? Взять дом Максимилиана Барсоди. В одиночку ты к нему даже близко не подберешься. Кто это такой? Откуда ты знаешь, что мне нужен дом? Я был на аукционе, инкогнуто. Ваш скандал нельзя было не услышать. Тогда к делу, если можно. Чтобы заполучить этот дом, нужно попасть в сокровищницу Хорста. А добром он тебя не пустит. А лед? Это плохая идея. У тебя найдется получше? Отыщи травника под Оксинфуртом. Спроси у него вытяжку из кровавника. Он поймет, зачем ты пришел. Если втянешь меня в какую-нибудь... Увидимся. Надеюсь. Арагорн какой-то. А этот пидор все слушает. Лысый хер. Надо ему голову отрубить. Чтобы не... Чтобы не повадно было. Так. Далеко нам пилить. Хижина трав. А, это этот. Низушек. Которому помогли. Так, где тут? Телепортер. Пиларёва. Вот управимся с колдом. Прямо перед... Сволочь. Его домом. Был указатель. Так. Погнали. А есть, но падлы, низушек. Ты должен открыть эту печь. Ходь. Похоже, что хорошие пучки. Атаку, братья. Что-то ребята вы... Та, ну... Та, вот. Улетели. Мм. Неплохо получилось. И это все? Я тебе вообще-то жизнь спас. Мы бы быстро разделались с этой толпой. Мы. Ну что, ты да я. Это разве не мы? Ты же меня понял. Вообще, ты торговать пришел или как? Нет ли вытяжки из кровавника? Есть. В кладовке она. Прошу за мной. Вот он. Ты пришел. Славно. Не спеши радоваться. Ты хотел что-то мне сказать? Слушаю. Ты хоть можешь скажешь, кто ты? Нам по пути, ведьмак. Нам обоим нужно кое-что из сокровищницы Хорста. Я предлагаю объединить силы. Извиняюсь. А в чем твоя сила? У меня есть план. Я работал над ним на бумаге целый год. Пора притворить его в жизнь. Ты со мной? А ты кто? Я даже не знаю, как тебя зовут. А зачем тебе? Затем, что ты явно что-то скрываешь. Не только от меня. Иначе не сидел бы в этой яме у черта на рогах. У каждого на совести что-то да есть. Но я ведь не замуж тебя зовут, ведьмак. А на ограбление. Ворвемся, возьмем кому что надо. И разойдемся, каждый в свою сторону. Обманешь меня, и уже никуда не пойдешь. Потому что я просто оттяпаю тебе башку. Ты это понял, дурачина? Я знаю, чем рискую. И раз уж ты начал мне угрожать... Извините, ребят. Ты в деле или нет? Я знаю, чем рисунок. Я знаю, чем рисунок. Ой, ненавижу, когда звонят домофон. Просто так. Сперва скажи, что такое этот дом Максимилиана Барсоли? Он там, в сокровищнице. Ты не ответил. Как и ты. Ты поможешь мне устроить налет или нет? А зачем ты идешь в сокровищницу? Взять то, что у меня украли. Может, тебе стоит заявить властям о краже, а не устраивать налет? Я пробовал. И не раз. Вот как. Обиженные системы и всем миром. Что у тебя украли? Слишком долго перечислять. Так ты участвуешь или нет? Я не вор. Мутный тип. Вором становится по воле случая, ведьмак. Знаю по собственному опыту. Ах, излагай. Аукционный дом круглосуточно охраняет 20 ряданских солдат. Вокруг него ходит патруль, а вот здесь... Казармы. Силой не войти. Надо по-тихому. Да, только на окнах решетки из двемерита, а входные двери бронированы. Но у каждой крепости есть слабое место. И у этой тоже. А мое слабое место терпение. Так что изволь продолжать без драматических пауз. На чердак аукционного дома можно попасть и стоящей рядом башни. С улицы нам в нее незамеченными не войти. Однако на высоте 60 стоп есть окно. Без решеток. Без ставин. Надо туда взобраться и потихоньку пройти в аукционный дом. Затем по лестнице вниз, в подвал. Так или иначе откроем сокровищницу. И вуаля. Звучит неплохо, но... Многовато работы для двоих. Я это продумал. Нам нужны еще двое. Тот, кто проберется в башню и спустит нам веревку. И тот, кто откроет нам сокровищницу. Медвежатник или подрывник. У меня уже есть кое-кто на примете. Я бы хотел, чтобы ты выбрал лучших из них и завербовал. Сам я предпочел бы не светиться в окрестности. Как нильфгаардское солнце. Что скажешь насчет рюмочки за плодотворное сотрудничество? Скажу, что лучше бы нам взяться за дело. Итак, собери команды, а потом надо будет прорядить риданские патрули. Многовато их здесь крутится. Нас могут заметить. Расскажи мне о взломщиках. Я так понимаю, они не должны бояться высоты? Угу. Потому моя кандидатура Эвелина Галло. Циркачков. Ее еще называют Ласточкой. Она гимнастка и канатоходец. Ее труппа выступает сейчас где-то под Оксинфортом. Очаровательно. А взлом? Официально, конечно, нет. Но маршрут ее труппа идеально совпадает с местами самых громких краж последних лет. Совпадение? Недленно. Если она не подойдет, есть еще Гуга Хофф, известный как Молотый. Из ушей. Серьезно? Эта щекастая мордашка как-то не вяжется с криминалом. Ты не поверишь. У Гуга на счету краж больше, чем у тебя чудовище. К примеру, он украл золотого петушка с крыши навиградской ратуши. Так что лазать по стенам он тоже умеет. Насколько я знаю, он лег на дно где-то в Оксинфорте, в доме около навиградских ворот. Учти. Говорят, этот парень ученый нас. Итак, кто откроет нам сокровищницу? Что ж, один из них краснолюд. Начнем с него. Это Казимир Басси из Махакама. Спец по направленным взрывам. Говорят, что с щепоткой селитры он поднял бы на воздух весь навиград. Так что наше дело для него пустя. Проблема в том, что Казимир, можно сказать, в отставке. Женился, наплодил детей и осел в деревушке Альнес. Может быть, он и не примет предложение. Есть варианты? Квинтл. Лучший медвежатник Севера. Объявлен в розыск в Каэдвене, Лирье, Ангрене и Ковеле. Посмотрите, что я слышал, его поймал некий Ганс из Сцедариса. Датьяр. Я его знаю. Убил для него Архигрифона. Тварь еще та. Ганс или Грифон. Ха, оба. То есть одного надо вырвать из семейного гнезда, а другого из клетки. Посмотрим. Что значит прорядить патрули? Я же сказал, не стану убивать невинных. Успокойся. Мне их смерть не нужна. Только временная недееспособность. Поясни. Гарнизонный повар может подсыпать отважным воинам в еду что-нибудь, что уложит их в постель. Скажем, каждого второго. Нам ведь не нужно возбуждать подозрений. Хм. Я знаю рецепт подходящего эликсира. Вот видишь. Свори это зелье, сходи в город, разведай, где искать повара. А потом убеди его сотрудничать. Чарами, деньгами. Или кулаками. Ладно. О, блин, один из друзей оушен, блин. Блин, тоже. Встретимся здесь, когда ты совсем управишься. И что тогда? И тогда мы наконец-то доберемся до хорстовой задницы. Мне не нравится, что я не знаю, кто этот чувак. Казимир Басси. Так, ну, наверное, мы пойдем искать этих друзей в следующей серии. Потому что я так чувствую это надолго. Сейчас у каждого из них будут свои проблемы. Каждого надо будет уговаривать. Все зелье надо варить. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч в следующих сериях. Всем удачи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok